Замерзшая дивизия РКК. Адская весна 1942 года в Заполярье. В апреле-мая 1942 года трагически завершилось наступление советских войск в Заполярье. Застрявшие среди скал на западной лицеи горные егеря фашистов в начале 1942 готовились вновь овладеть Мурманском. Советская разведка доносила, что в норвежских портах скопились суда со снабжением, в Финляндии готовились к походу свежие войска. Ставка планировала сорвать планы фашистов. Но в условиях Арктического Заполярье эта операция обернулась трагедией. Начало наступления три раза переносилось. Армия не способна была по весенней распутиться, обеспечить себя боеприпасами, продовольствием и прочим снабжением. Лед на озерах покрылся водой, единственная дорога из Мешукова на фронт раскисла. Артиллерия и авиация не смогли разрушить вражеские огневые точки. 28 апреля Красная Армия атаковала немцев на Западной Лицее из мыса Пикшуев, куда в тыл врагам высадили шеститысячный десант. Поначалу бойцы 12-й отдельной бригады морской пехоты удачно сошли на берег и вклинились вглубь немецкой обороны, но вскоре наткнулись на ожесточенное сопротивление егерей. А 3 мая на север Кольского полуострова обрушился страшный буран. Он бушевал несколько дней. Шинели и бушлаты моряков на глазах превращались в ледяной панцирь. Обморожения стали косить ряды защитников Заполярья. Но и в этих условиях бойцы проявляли невероятный героизм. В адскую непогоду, без отдыха, нормального питания и снабжения боеприпасами, моряки продолжали атаки. Но ряды их стремительно рядели. Только в ночь на 13 мая бригаду сняли с мыса Пикшуев. Всего на несколько километров вперед продвинулись части нашей армии в районе Западной Лицей. Наступление захлебнулось. Смотрите дальше. Дальше будет интересней. Подписывайтесь. Комментируйте. Ставьте лайки. И обязательно включите уведомления. Жуткая трагедия постигла 152-ю стрелковую дивизию, которую выкосили не вражеские пули, а снежный буран. Командование возлагало на это подразделение последний шанс, чтобы подкрепить наступление. Дивизию сформировали в начале года в уральском городе Красноуфимске из выписанных из госпиталей раненых. Накануне 1 мая, как и во всей армии, их переодели в летнюю форму, шинель, гимнастерка, брюки-галифе, пилотка или командирская фуражка, кое у кого были шлемы Буденовки. Но в ночь накануне 1 мая дивизию подняли по тревоге, погрузили в эшелоны и отправили, в Мурманск. Пушки, боеприпасы, кухни, продовольствия должны были прибыть позже другими эшелонами. Сразу по прибытии в колу командование спешно направило голодных и необстрелянных бойцов на фронт. В летнем обмундировании. И как тогда было принято, пешком. До мест боев нужно было топать почти 90 километров по безлюдной голой тундре. Но на полпути 3 мая пошел дождь, а ночью разыгрался ураганный ветер, ударил мороз. Командиры все-таки решили идти вперед. Одетые по летнему бойцы отдыху тоже предпочитали движение. Так можно было хоть чуточку согреться. Мы продолжали идти. Первое падение солдата в нашей колонне. Потом упал второй, третий. Приводят воспоминания взводного Черемсина в своей книге «Как жили и сражались мурманчане в войну, менталитет северян» в 1941-1945 годах историк Алексей Киселев. Остановиться, значит погибнуть. Позади, 50 километров пути в Пургу, несколько суток без пищи. Решили, несмотря на усталость, двигаться дальше. Но обмороженные бойцы падали от усталости и обморожения. Их быстро заметало снегом. Достигли 49-го километра, вспоминает Черемисин. Вдруг мой сержант говорит, под ногами, дверь, мы разгребли снег. Это была землянка, наша спасительница. Вошли, радости не было предела. Наломали сучьев и разожгли печь. Разделись до нижнего белья и начали по очереди сушить одежду. Самое страшное для нас миновало. Высохнув, собрались двигаться дальше. Приказ надо выполнять, идти к линии фронта. Не успели собраться, как вернулась наша группа, которую отсылали в поисках кухонь. Она доложила, встретили начальника политотдела, он приказал, движение прекратить, спасать людей любыми средствами. Так мы остались в землянке. Смотрите дальше. Дальше будет интересней. Подписывайтесь. Комментируйте. Ставьте лайки. И обязательно включите. Уведомления. Основная часть бойцов все же добрались до фронта, но способных держать оружие осталось лишь 20% из почти 10 тысяч. Остальные либо погибли, либо обморозились. 11 мая 1942 года, 1-й стрелковый батальон 480-го стрелкового полка этой дивизии был брошен в атаку, которая захлебнулась. В этот же день и общее наступление прекратилось. 15 мая атака горных егерей вновь отбросила наши обескровленные войска на старые позиции. Весеннее наступление 42-го хоть и сорвало планы немецкого командования, но было признано неудачным. Историки действия отдельных командиров называют преступными. В том числе и решение переодеть 152-ю дивизию в летнее обмундирование и кинуть ее на фронт. Все армейские и флотские госпитали в ту весну были забиты обмороженными солдатами. А вдоль дороги от Мешукова до Долины Смерти остались под снегом сотни так и не выстреливших во врага бойцов. Взгляд с другой стороны. Бесчисленное количество немецких солдат застрелилось. О боях тех дней вспоминают бывшие горные егеря. Те, кто был тяжело ранен, замерзал прямо на поле боя в течение короткого времени, пишет в воспоминаниях австриец Хельмут Керн. Горные стрелки, прячась в снежных и выбитых в скалах ямах, в обледеневшей одежде замерзали и умирали от холода. Число тяжелых обморожений, не в последнюю очередь заслуга драконовских приказов Шорнера, который с железной жесткостью хотел противостоять тому, чтобы ужасный мороз не стал причиной массовых отступлений. Не было ни одной лазейки, чтобы обогреться у костра. Не было горячего питания. От морозов содержимое консервов превратилось в камень, так что его с трудом нужно было разбивать на куски и отправлять в рот, чтобы эти куски там оттаивали. Следствием этого стали тяжелые кишечные заболевания. Вместе с шоком от ранения приходил животный страх беспомощности перед ужасным концом, который мог наступить от удара советской лопаты или от укола советского штыка. Бесчисленное количество солдат застрелилось. Но человеческая способность переносить боль не знает границ. Один лейтенант шел к своим всю ночь с раздробленной челюстью, а раненые с раздробленными, готовыми компутацией ногами, самостоятельно тащились несколько часов по снегу. Мы собирали трупы погибших товарищей и убитых русских на северном участке западной лицеи, вспоминает Гелиадор Требуч. Мы строили из них временные позиции, укладывая эти промерзшие трупы в штабеля. Они, как это не кощунственно звучит, были хорошей защитой от выстрелов советской пехоты. В 152-й стрелковой дивизии насмерть замерзли 484 бойца. 1683 обморозились. Всего же потери убитыми, раненными, обмороженными и пропавшими без вести, красноармейцев. И десантников Северного флота в весеннем наступлении 1942 года в Заполярье составили 14 833 человека. Это 43% общей численности 14-й армии Северного флота. Они в два с лишним раза превышают урон, нанесенный живой силе противника.